После очередного скандала со своим первым мужем Сергеем Катя Васильева отправилась в ресторан центрального дома литераторов с Никитой Михалковым, который планировал вразумить актрису и научить как помириться с мужем. Но невольно стал свидетелем рождения ее новой любви. За соседним столиком сидел Ефремов с супругой и приятелем, драматургом и известным писателем Михаилом Рощиным. По словам Васильевой, она влюбилась моментально, едва бросив взгляд на неизвестного ей мужчину в кожаной куртке. Драматург был знаменитым Дон Жуаном и влюбляться в него было настоящим безумством. Но Екатерине уже было все равно. Она понимала, что из ресторана без него не уйдет. Михалков честно вталкивал приятельнице, как та должна себя вести с любимым, всеми режиссером Соловьевым, та кивала и давала честное пионерское, что больше ссориться не будет. А сама глаз не сводила с Рощиным. Никита заподрозил неладное и потащил Васильеву к выходу. Уйдем вместе. Но та протестовала, люди стоят, нельзя так не попрощавших. Тот все понял, только рукой махнул и ушел один. А Катя с Рощиным и Читой Ефремов отправилась в ресторан во Внуково. Именно в этот день начался роман актрисы с драматургом. Они встречались с тайком, ведь Катя все еще была замужем. Но когда забеременела, точно зная, что отец Миша пришла к мужу с повинной. Тот отпустил. Они с Рощиным поженились. На свет появился их единственный сын Дмитрий. Рощин, так же как и Соловьева, не мог удержать жену в узде. Сама актриса не раз рассказывала о том, что тогда была уверена, что мир должен крутиться вокруг нее. Она позволяла себе вести все тот же богенный образ жизни, чувствовала себя раскованной в исполнении собственных желаний. В общем, когда сыну ее и Рощина исполнилось 5 лет, актриса поняла, что любовь, которую она так долго искала, наконец пришла к ней в лице поэта Дмитрия Виноградова. Невзирая на свои прошлые обещания мужу, она просто взяла сына в охапку и переехала вместе с ним к любимому. Еще несколько лет актриса наслаждалась настоящим счастьем. Рядом сын и самый любимый человек. Ее приглашают в прекрасные кинофильмы, в театре, она настоящая звезда. Счастью, было не суждено просуществовать долго. С Виноградовым Катя рассталась, причем перемены в личной жизни совпали с проблемами на работе. Ее перестали приглашать. Пьянки не кончались, а жизнь, как ей казалось, вот-вот могла оборваться. Сама актриса еще не раз заявляла, была на грани самоубийства и понимала, что спасти ее может только чудо. Крестиса шла, как будто милостью не просить у Бога, чтобы спас ее, ведь на руках ребенок, за которого Васильева несет ответственность. Сегодня Екатерина Васильева уже пропагандирует православные ценности и бесконечно просит прощения у своего бывшего мужа Махила Рощина, перед которым чувствует себя особенно виноватой. Тот, общаясь со СМИ, перед своей смертью неоднократно заявлял, что зла на бывшую жену не держит. Рощин помнил, что Васильева сама страшно страдала от своих зависимостей, перебрала массу клиник, чтобы вылететься от пьянства, но все было тщетно. Сейчас Екатерина Васильева служит казначеем церкви Софии Премудрости Божьей. Живет открыться в доме своего сына Дмитрия, тоже священником. У него большая семья, семеро детей и жена любовь. Вот такая вот судьба. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте.